здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в очередном уроке и давайте пробежимся с вами по подробнее по настройкам самого товара переходим в админку нашего сайта переходим компоненты джима касса переходим настройки вкладка продукт и давайте рассмотрим настройки значит макет странице мы с вами уже выставили boostrap вы уже знаете что это такое показать имя продукта вот здесь вот написано подсказочка и мы можем выбрать теги h1 h2 h3 h4 это уже раздел seo то есть смотрите у нас заголовок а самого продукта в принципе он должен быть h1 по идее но этот заголовок должен на странице быть только один раз это если смотреть с точки зрения поисковой оптимизации смотрите если мы просмотрим код заголовки это имеется ввиду вот заголовки телефонов да мы сейчас находимся на странице категория товаров у нас заголовок h1 должен быть вот этого смартфона apple давайте код просмотрим скорее всего он у нас еще не выставлен там мы с вами категории разберем вот здесь видите h2 мы попозже вот этот сделаем h1 заголовок то есть по правилам seo заголовок h1 должен быть на сайте только один раз то есть на странице извиняюсь не на сайте на странице то есть на каждой странице один заголовок h1 h2 сколько угодно h3 h4 и так до h6 соответственно вот здесь вот у нас смотрим все правильно вот здесь вот вы видите да h3 заголовок а вот если мы заходим в товар и просмотрим заголовок здесь вот h2 это вот как раз таки вот это h2 здесь мы выставляем h1 так как здесь не выводится заголовок категории товар в раскрытом виде h1 у нас будет вот этот заголовок и больше тут h1 нет вот так будет я считаю более правильно давайте сохранимся и проверим сменился ли у нас тег на заголовок обновим страницу посмотреть код и видим что у нас вот здесь h1 и вот h1 закрывается то есть вот эти настройки вы должны понимать глобальные то есть все что мы здесь внесем эти настройки пропишутся абсолютно каждому товару то есть абсолютно ко всем товарам если нужно настроить как-то индивидуально каждый товар а в отдельности то вы должны пройти в продукты зайти в тот продукт где нужно сделать необходимые настройки индивидуально например вот в этот продукт заходим заходим основные параметры и вот эти настройки они как бы дублируются но только это идет настройки непосредственно к данному товару то есть будут задействованы только на этот товар соответственно вот эта кнопка настройки она глобальная как я уже говорил итак давайте двигаемся дальше имя как ссылка это у нас вот видите она у нас является ссылкой здесь ее можно не делать ссылкой потому что ссылка ведет сама на себя вот мы когда дойдем с вами до настройка категории вот здесь вот как раз ссылка будет нужно для заголовка вот поэтому здесь имя как ссылка мы ставим нет показать иконки иконка печати иконка электронной почты вот это видите у нас вот можем отключить вот эту вот фишку здесь если она нам не нужна я думаю что она здесь не нужна поэтому вот эти три параметра ставим нет сохраняемся обновляемся и у нас исчезает данная иконка изображение продукта соответственно это наше изображение мы его оставляем размеры мы с вами сделали показать производителя но мы с вами производители еще не проходили поэтому оставим показать позже разберемся что это такое положение блока стоимости вот как раз таки вот это положение стоимости здесь у нас нет в наличии товар давайте зайдем в какой-нибудь другой товар который есть у нас в наличии и будем здесь разбираться положение блока стоимости снизу справа ну конечно же как у нас в демо давайте сделаем справа осмотреть дальше идет размеры блоков это вот как раз относится к этому если мы кликнем по списку здесь уже фиксированные позиции то есть 7 на 5 4 на 7 5 на 6 и так далее здесь вам надо просто смотреть то есть сохраняться и смотреть как будет лучше обновляем страницу вот вы видите да у нас блок стоимости кнопки купить в корзину нас она все переместилась в правую часть в демо у меня выставлено 8 на 4 давайте все-таки сделаем так же как в демо просто я там долго сначала подгонял ровнял чтобы сейчас уже вам быстренько показать как будет смотреться именно с раз таким размером шаблонов то есть тут все просто индивидуально до зависит от ширины нашего каркаса шаблона мы каркас с вами определили ширину и поэтому сейчас уже подгоняем сам товар положение текста акции у нас акция здесь вам показать я хотел товар с акцией вот видите у нас текст здесь акция да если есть какая-то акция то есть где вывести вывести вот эту акцию также оставляем давайте справа показать описание продукта под изображением скрыть в блоке стоимости во вкладке то есть это у нас описание которым мы добавляли в редакторе вот это описание оставляю вот так как есть показать наличие продукта вот если он наличие показать всегда никогда не показывать но здесь уже на ваш выбор оставляю так показать стоимость продукта показать всегда поле количество продуктов показать или нет тут решать вам кнопка в корзину это соответственно вот эта кнопочка в корзину конечно же оставляем дальше смотрите кнопка в корзине во всплывающем окне скрыть в родительском окне ну оставляем во всплывающем окне тут уже сами посмотрите как вам больше нравится кнопку купить конечно показать кнопка в список желаемых давайте поставим код продукта влево центр вправо давайте сделаем вправо атрибуты продукта мы с вами проходили во вкладке и вот заголовок списка атрибута смотрите что это такое видите атрибуты продукта вот этот заголовок как его переименовать как раз таки вот здесь вы можете прописать любое слово который будет являться в качестве заголовка давайте посмотрим как это работает я поставлю здесь слово характеристики давайте сохранимся и посмотрим вот вы видите вкладку нас заголовок вкладки сменился на слово характеристики вот кстати здесь у нас вывел с количество продуктов код здесь у нас также выставился кстати у нас он здесь как-то не очень хорошо выглядит давайте попробуем поставить код продукта по центру сохранить кстати количество продуктов поле если мы наводим на поле то есть для телефонов это вряд ли подойдет редко кто может сразу купить несколько телефонов одной марки да это может подойти например для товаров там игрушек или продажи футболок и так далее одежды если мы наводим мышь сюда появляются вот здесь такие стрелочки то по плюсу мы с вами прибавляем количество продуктов соответственно цена будет меняться автоматически код продукта у нас выровнялся все равно смотрится не очень хорошо у меня в демо данных код продукта вы выровнен по левому краю сохранимся еще раз посмотрим вот сейчас код продукта выглядит уже на своем месте нормально здесь смотрится он можно вообще отключить да дальше у нас идет раздел подробности заголовок родительской категории показать или нет оставим как есть заголовок родитель категории как ссылка вот смотрите следующие параметры вот эти у нас мы определяемся что нам здесь нужно показать я считаю что здесь много ненужного поэтому в принципе смотрите категория мы оставляем дата создания я считаю это не нужно здесь то есть когда осознан был товар дата изменения тоже скрыть дата публикации скрыть автор скрыть автор как ссылка это если автор показать можно выбрать еще автор как ссылка количество просмотров это полезная вещь чтобы люди видели как много людей просмотрел данного так давайте сохранимся и посмотрим что у нас получается обновляем сайт и вот у нас осталось под категории да и количество просмотров далее навигация здесь в принципе все понятно сами решаете скрыть или нет я считаю это полезная фишка это вот у нас такие стрелочки вы здесь видите назад вперед вперед появляется если у нас есть там еще товар это первый товар который мы создали да перед ним товаров нет поэтому кнопки вперед нет есть кнопка назад то есть зайдем если какой-нибудь в товар который мы создали там пятым шестым то появится кнопка вперед вот если вам эти кнопочки не нужны вы отключаете но я вам сразу говорю что это полезная вещь быстрый переход к соседнему товару и вот кстати кнопочка список желаний здесь также вывелось вы видите это двигаемся дальше дальше у нас раздел идет связанные продукты в этом уроке мы пока об этом говорить не будем потому что это другая тема когда будет урок про связанные продукты когда мы будем это делать создавать мы зайдем в эти настройки об этом поговорим и у нас тут остается еще вкладка вкладки и панели конечно же это скрывать не стоит потому что если мы сделаем скрыть все вкладки которые вы здесь создадите потом которым мы с вами еще в будущем пройдем даже вот эта вкладка характеристики она будет скрыта если вы вы здесь выставите скрыть естественно мы здесь ничего не трогаем пускай будут вот и все мы с вами прошли все настройки вкладки продукт настройка цветов там вот кнопок скажем как вот здесь вот да у меня сделано вообще ведь тут разные цвета есть наличие цвета легко меняются это уже у нас другой будет урок это другая уже вкладка соответственно все вот эти наклейки стикеры новой хит акции скидки это тоже мы с вами все еще пройдем на этом данный урок я заканчиваю и увидимся в следующем а